Дорогие друзья, мы в прямом эфире на телеканале доктор и прием ведет доктор, которого я знаю очень и очень многие ждали. Это Андрей Александрович Реутов, Андрей Александрович, это нейрохирург, центральная клиническая больница с поликлиникой управления делами президента, кандидат медицинских наук Андрей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Добрый день, дорогие зрители. Я предлагаю вам объявить тему, про которую мы будем сегодня говорить. Юль, на самом деле, мне кажется, пришло время рассказать о таком грозном заболевании, как аневризма сосудов головного мозга. Я думаю, что это слово у многих уже на слуху, но я предлагаю сегодня максимально подробно, насколько позволит время нашего эфира, рассказать, что это такое и почему аневризму называют бомбой замедленного действия. И, конечно, очень важно про симптомы поговорить. Я знаю, что они бывают уже в тот момент, когда времени остается совсем-совсем чуть-чуть для того, чтобы спасти жизнь. И часто еще нам пишут зрители, когда аневризма – это случайная находка, и что делать – оперировать, не оперировать, доступно, недоступно. В общем, про это все тоже, наверное, поговорили. Юля, с каждым разом меня все больше и больше впечатляют ваши знания с точки зрения нейрохирургии, поэтому моя роль с каждым разом становится все меньше и меньше. Я хотела пошутить, они тут написали все. Да? А, все, ладно, тогда молчу. Юля, на самом деле, как мы с вами сказали, аневризма является бомбой замедленного действия. А почему? Потому что в подавляющей большинстве случаев она никак себя не проявляет, пока не происходит ее разрыв. Как вы уже знаете, аневризма суда головного мозга – это такое выпячивание на стенке сосудов, как мы говорим, где тонко там рвется. Поэтому при определенных стечениях обстоятельств происходит разрыв аневризма, и все это приводит к тому, что мы нейрохирурги называем мозговой катастрофой. То есть происходит кровоизлияние внутри черепной коробки, которое приводит к грубым изменениям. К сожалению, в подавляющей большинстве случаев про аневризму мы узнаем только после того, как эта катастрофа уже случилась. Потому что аневризма практически никак себя не проявляет до момента разрыва. И это ужасно. А почему она возникает? Давление? Ну, на самом деле аневризма может возникнуть у любого человека. Каких-то вот таких ярких предрасполагающих факторов практически не существует. Понятно, что в группе риска пациент из так называемой патологии соединительной ткани – это болезнь морфана, синдром поликистоза, то есть заболеваний достаточно много, также артериальная гипертензия. Но по сути аневризма развивается чаще всего в месте так называемой бифуркации. Бифуркация, если говорить простыми словами, это место раздвоения сосуда. Там, где давление и ток крови составляют свои наибольшие значения, наибольшие показатели. И на протяжении времени происходит вот такое выбухание стенки сосуда, которое со временем растет. И, к сожалению, рано или поздно приводит к тому, что эта аневризма лопается и возникают грубые неврологические симптомы. Я помню, когда-то давным-давно на другой программе мы с вами снимали эту рубрику, и у нас был такой сюжет, что живет-живет человек, да, все нормально. Не знаю, стоит там, бреется, допустим, да, или чистит зубы. Острая боль, он падает, и все. И тут уже минута, да, спасти, не спасти. Это разрыв аневризмы вот именно такой. Сколько времени есть от разрыва аневризмы до помощи? Юль, вы абсолютно правы. Я уверен, что даже многие наши зрители видели в интернете зачастую, когда, допустим, какой-то известный спортсмен поднимает тяжеледную штангу, в какой-то момент внезапно теряет сознание, или оперный певец, который пытается взять наиболее такую высокую ноту, внезапно падает. То есть все это сопряжено с определенной физической нагрузкой, которая приводит к тому, что аневризма лопается. И пациенты, которые испытали это кровоизлияние, чаще всего, когда спрашивают, что вы испытали в этот момент, они говорят, это боль, которую я и не испытывал раньше никогда в жизни. Удар кувалдой по голове, ощущение разливающегося кипятка. И только после этого уже появляется грубая неврологическая симптоматика. Перекос лица, отсутствие движения в конечности и прогрессирующее угнетение, как мы говорим, сознания вплоть до комы. Считается, что оптимальным, так называемым, светлым промежутком является время, промежуток 56 часов. То есть, назовем, холодный период, когда еще мозг, скажем так, не получил такие необратимые изменения. А в этом периоде шансы на успех значительно больше. Подождите, то есть разорвалась аневризма, а есть 56 часов, или она еще не разорвалась, но уже симптомы? Нет, 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 кровоизлияние уже произошло. И вот этот промежуток, когда еще мозг не успел отреагировать, понимаете, когда кровь изливается на поверхность головного мозга, хотим мы это или нет, но мозг на это все дело начинает реагировать. Реагирует в первую очередь так называемым отеком головного мозга и увеличением своих скоростных показателей. То есть так называемый вазоспазм сосуда начинает максимально сужаться, и все это существенно затрудняет нашу работу, работу нейрохирургов, которые должны подобраться к этой аневризме и выключить ее из кровотока. А что касается симптомов, иногда, кстати, следует отметить, что аневризма может проявлять себя так называемым псевдотуморозным течением, то есть зачастую она ведет себя как опухоль головного мозга. В тех случаях, когда аневризма растет очень и очень медленно на протяжении многих лет, и при этом не происходит какого-либо разрыва, аневризма может сдавливать определенные структуры головного мозга, вызывая симптомы, которые имитируют рост опухоли, чаще всего так называемые глазодвигательные нарушения. Пациент говорит, у меня стало постоянно двоиться в глазах, у меня перекосило личико. Пациенту делают МРТ, рассчитывая на то, что там опухоль нет, там гигантская аневризма, которая доросла до тех размеров, когда начала уже вызывать такую неврологическую симптоматику до того момента, как она разорвалась. А что хуже, аневризма или опухоль в таком случае? А вы знаете, на самом деле, все мы хотим, чтобы у нас не было никаких болезней. Да, у каждого заболевания, понятное дело, есть свои сложности. Надо понимать, что, к сожалению, есть статистика. Так вот, по этой статистике 25% случаев разрыва аневризм заканчиваются смертельным исходом. 25% приводят к грубой инвалидизации наших пациентов. 25% становятся инвалидами легкой степени. И только 25%, если совсем грубо, могут вернуться к своей полноценной жизни. Это, конечно, кошмарно. Тут написано у меня, что женщины чаще страдают от разрывов аневризмы. 65% от всех таких случаев, чаще всего, в возрасте 30-60 лет. Правда? На самом деле, суть в том, что именно такую четкую статистику по аневризму достаточно сложно приводить цифрах. Почему? Потому что, как мы говорим, мы выявляем их либо в качестве случайной находки, либо, поскольку это все уже разорвалось, мы однозначно можем сказать, что это болезнь так называемого работоспособного возраста. То есть детки, к счастью, болеют значительно реже, а вот пациенты работоспособного возраста чаще женщины, к сожалению, страдают от этого заболевания значительно чаще. А разорваться может любая аневризма любого размера? Очень правильный вопрос. И на самом деле, тут как раз-таки дело в размере, когда размер имеет значение. Считается, что аневризма размером более 3 мм уже является потенциально опасной. И в случае, если у пациента обнаружено аневризма 3 мм и более 5 мм, и даже больше, то в любом случае в этом, при таких размерах, мы обязаны, нейрохирургия обязана предлагать именно хирургическое вмешательство. Если в качестве случайной находки у пациента было обнаружено так называемое миллиардное выпячивание, то есть аневризма размерами менее 3 мм, то тогда, в принципе, после разговора с врачом, мы можем предложить пациенту так называемую тактику динамического контроля. То есть мы предлагаем пациенту с определенной периодичностью выполнять МРТ или КТ-ислен для того, чтобы смотреть, растет аневризма или нет. То есть через год назначаются контрольные снимочки. Если мы видим, что аневризма достигла тех размеров, когда она может лопнуть, мы в обязательном порядке предлагаем хирургическое вмешательство. Спасибо большое за разъяснение. У нас есть звонок. Ждем. Галина Георгиевна, добрый день. Добрый день. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Да, доктор, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Вот я в декабре 2023 года делала МРТ головы. Дело в том, что я много лет страдаю мигреневыми болями. И несколько лет назад я упала в метро, ударилась правым виском. И после этого у меня появились боли в правом глазу, голова постоянно болит. Вот МРТ, я сейчас зачитаю вам, в заднем идеальных отделах правого таламуса сохраняется округлой формы с нечеткими неровными контурами участок структурных изменений размерами до 10 мм. И заключение, МРТ, МР, картина структурных изменений в правом таламусе без признаков нарушения ГЭП. МР, картина очагов в веществе головного мозга, сосудистого генеза, глобальной кортикальной атрофии первой степени. Могли бы вы прокомментировать, что это означает? Галина Георгиевна, разумеется, я могу и с удовольствием прокомментирую. Небольшое уточнение, если вам несложно, ваш возраст, Галина Георгиевна? 65. 65 лет. Сразу могу вам сказать, что ни одно из тех изменений, которые вы описали на МРТ-исследовании, не связано с вашей травмой. Это первое. Второе, что связи между жалобами, которые вы предъявляете, и описанием, которое вы нам сейчас зачитали, опять же, нет. Значит, что касается изменений, из того, что я услышал, да, с ваших слов, есть определенные возрастные изменения, которые, к сожалению, неизбежны, и с годами всех этих очагов будет становиться все больше и больше. Тот очаг, который вы описываете, я услышал такую фразу, что нет нарушения ГЭП, то есть гематоэнцефалического барьера, позволяет нам исключить какой-то злокачественный процесс или наличие какого-то объемного образования. И я, как правильно понял, что вы уже делали в динамике снимочки, да, потому что вы уточнили, что как раз-таки происходит такое сравнение с предыдущим исследованием. Я правильно понимаю? Да, ежегодно меня контролируют. А контролируют по поводу чего? В связи с тем, что вы тогда получили травму или по поводу вашей мигрени? Да, и по поводу мигрени, и по поводу травмы, и по поводу боли в правом глазу, то есть глаз сломит, невозможно просто. Я готова выдрать этот глаз, настолько мне больно. Галина Георгиевна, на самом деле, вот, не хочу вас расстраивать, но особой необходимости, точнее, с точки зрения информативности МРТ-исследования, от того, что вы каждый год регулярно делаете МРТ-исследования, к сожалению, это не позволит врачам все-таки уточнить диагноз. То есть делать МРТ, на мой взгляд, смысла нет. Другое дело, чтобы обратиться к грамотному неврологу, а если быть более точным, обратиться к цефалгологу, то есть к специалисту, который вам предметно сможет рассказать, в чем же кроется причина вашей боли, вот этого адского симптома болевого в области вашего глаза, в этом случае вам может помочь именно невролог-цефалголог. Нейрохирург вам точно не нужен, и ни одно из тех изменений, которые вот вы сейчас нам описали в вашем МРТ-исследовании, не является истинной причиной ваших жалоб и не требует ни лечения у нейрохирурга, и с моей точки зрения не требует даже динамического контроля. Почему? Потому что с годами, как я сказал, наш мозг, к сожалению, не молодеет, так называемых сосудистых очагов становиться будет все больше и больше. Тот очажок, который расположен у вас глубоко-глубоко внутри головного мозга, не связан с вашими жалобами, и с учетом того, что он не увеличивается в размерах, позволяет нам исключить наличие именно какого-то обхолевого процесса. А я бы все-таки советовал докопаться все-таки до истины, понять, уточнить ваш диагноз, потому что все-таки у каждой боли есть причина и задача врача не делать вам МРТ ежегодно, а понять все-таки, в чем причина вашей боли, и подобрать адекватное лечение. Спасибо большое вам за ваш звонок. И как иногда помогает знание, что у вас в анализах находится, для того, чтобы не пугаться, это очень важно. Разумеется. Вы понимаете, какая ситуация, как у Галины Георгиевны. Человек мучается от боли, казалось бы, и выполняет регулярно высококачественное исследование МРТ, но при этом зачастую пациентам хочется услышать, что вот, доктор, я сделал МРТ-исследование, а мы, разглядывая МРТ, не можем увидеть истинную причину боли, потому что боль на самом деле настолько полиморф, настолько различных причин для головной боли, и не всегда мы можем увидеть ее на МРТ-исследовании. У нас есть звонок от Натальи Николаевны. Добрый день, Наталья Николаевна. Здравствуйте. Какой вопрос у вас? У меня вопрос, мне назначили МРТ, лор, потому что у меня звенит в голове. Вот это МРТ или звон в голове может быть предвестником вот этой же аневризмы? Или вот и второй вопрос, как бы МРТ может показать, например, что есть у меня аневризма? Наталья Николаевна, давайте еще раз по порядку. Звон в голове или это писк, треск в ухе? Что это? Это ощущение комарика какого-то? Это высокотональный какой-то шум, который мы называем, так называем, тинитус? Что беспокоит вас? Ну, можно сказать, не комарик. Там типа мотор работает. Ну, это где? С одной стороны ушко слева, справа? Или это по всей голове у вас эти ощущения? Моторчик? Ну, можно сказать, не в ухе, а в голове. Ну, Наталья Николаевна, на самом деле я вам могу однозначно сказать, что аневризма никогда не проявляет себя такими симптомами. Другое дело, что очень многие наши пациенты жалуются на постоянный, изнуряющий вот такой вот писк, треск, ощущение моторчика, чаще всего одностороннего в области там, да, слева или справа. И понятно, что это очень все доставляет большие такие неприятности для пациента, но с точки зрения аневризмы, я вам могу точно сказать, что аневризма себя так не проявляет. А когда вы будете делать себе МРТ, если вы хотите достоверно исключить себе наличие аневризмы, мы всегда рекомендуем выполнять не просто рутинную томограмму, как мы говорим, а МРТ в сосудистом режиме. Только это исследование позволит нам достоверно исключить любую сосудистую патологию, а в частности аневризму или так называемую сосудистую малиформацию. А поиском причины ваших, к сожалению, таких вот неприятных ощущений занимается наша коллегия, которая называется отто-неврологи. Спасибо большое, спасибо большое за ваш звонок. У нас есть вопросы в телеграм-канале. Ирина спрашивает, вчера говорила с соседкой, собирается на МРТ головы. Спрашиваю, зачем? Говорит, была киста, а спрашиваю ее, что у многих есть киста в головном мозге. Что с этими кистами делать? Мне казалось, ничего страшного. Верно? Нужно ли регулярно делать МРТ? Блестящий разговор. Особенно, когда соседи что-то советуют или когда пациенты общаются между собой и начинают сравнивать свою историю болезни с соседом по палате. Могу точно сказать, что в подавляющем большинстве случаев так называемые арахноидальные кисты головного мозга являются врожденным вариантом строения и практически никогда не требуют какого-либо лечения. Миф о том, что киста внутри головы может лопнуть или привести к кровоизлиянию, на самом деле это истинный миф. Это неправда. Другое дело, что есть так называемая редко встречающая киста пениальной области, то есть такой небольшой округлый шарик, который расположен в самом центре головного мозга. И, казалось бы, такое безобидное образование, как киста пениальной области, достигая определенных размеров, может вызывать грубую симптоматику со стороны головного мозга. Пожалуй, это единственная патология, которая требует как минимум динамического наблюдения и консультации нейрохирурга. Во всех остальных случаях кисты, арахноидальные кисты головного мозга, чаще всего мы слышим такие фразы, ретроцереблярная киста, киста височной доли. Все это так называемые варианты строения. То есть люди родились с небольшой кисточкой внутри полости черепа, они не растут, это не опухолевой процесс, и они не требуют хирургического лечения при отсутствии симптоматики. Спасибо. То есть вот так вот неоднозначно и вышли к истине. А этому я и советую все-таки не обсуждать это с соседями, а обратиться к профильному специалисту. Кисть в голове может быть огромное количество самых разных. У нас есть звонок от Нины Владимировны. Здравствуйте, Нина Владимировна. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Владимировна. Мне 63 года. Я хотела бы очень узнать, я делала МРТ, ну, был повод. Вот. В общем, у меня была черепно-мозговая, шаткость походки и сильнейший шум в ушах. Меня прям часто мучает постоянно. Вот. И можно я прочитать? Разумеется, Нина Владимировна. Ждем. Я венографию, вот прочитаю сейчас. Гипоплазия левого поперечного синуса, левого сигмовидного синуса, левые внутренние ярменные вены. Яремные вены. Яремные, да. И еще потом, да, артериография. Да-да-да, читайте, конечно, я все внимательно записываю. Так. Незамкнутые вилези в круг и асимметрии позвоночных артерий. Вот что со мною. Нина Владимировна, я точно могу вам сказать, что все, что вы сейчас зачитали нам в прямом эфире, является вариантом вашей нормы. То есть так называемый незамкнутый вилезовый круг – это то состояние, с которым вы родились. То есть этот круг сосудов в голове бывает либо замкнут, либо не замкнут. Но это не какое-то приобретенное состояние. То есть это не является какой-то болезнью, которая там нарастает на протяжении времени. То есть, по сути, это некое описание структур вашего головного мозга, с которым вы благополучно или не совсем, но все-таки прожили 63 года. Что касается асимметрии и гипоплазии, надо понимать, что наш организм устроен так, что двух абсолютно одинаковых или симметричных сосудов у нас не существует. Знаете, как у нас вот, да, в доме есть труба, по которой идет горячая холодная вода. Одна труба может быть тоненькая, другая может быть толстая. Но это абсолютно не говорит о том, что по какой-то из этих труб вода поступает хуже. То есть напор в них абсолютно одинаковый. По сути, такое некое описание было ваших структур головного мозга, сосудистых структур. Но ни первое, ни второе, ни третье не является патологией. То же самое, как и гипоплазия, то есть, грубо говоря, недостаточное развитие венозных сосудов, по которым осуществляется отток головного мозга из полости черепа. Все это, так называемая, описательная часть, которую обязаны писать рентгенологи, которые читают и изучают ваше исследование МРТ для того, чтобы как бы выявить какую-то патологию. Но, опять же, связи с вашими жалобами нету. У нас могут быть асимметричные сосуды. Бывает такое, что даже один сосуд полностью тромбируется, но все это никак себя не проявляет, потому что наш организм устроен так, что у нас сосуды есть и с одной, и с другой стороны. Поэтому даже если есть проблемка с одной стороны, то питание будет в достаточной мере осуществляться с другой стороны. Спасибо большое. И вам большое спасибо за звонок. У нас есть вопросы в Телеграм-канале. Готов ответить. Самый вот такой вопрос, мне кажется, прикладной. Видна ли аневризма при дуплексном сканировании сосудов головного мозга? Да, на самом деле вопрос достаточно такой прикладной. Нет, на самом деле достоверно увидеть у взрослого человека аневризму с помощью ультразакового исследования невозможно. Золотым стандартным диагностикой сосудистой патологии головного мозга является как минимум МРТ в сосудистом режиме, а в идеале это компьютерная томограмма в сосудистом режиме. Вот это для нас золотой стандарт. А вот то, что сказали по поводу дуплекса, мы этим пользуемся только во время операции. То есть у нас есть тончайший такой датчик ультразвука. И когда уже сделана трепанация черепа, когда хирург подошел к аневризме, когда он видит сосуд для того, чтобы оценить, какой в ней кровоток, какие скоростные показатели, только в этом случае мы можем использовать наш датчик УЗИ, приложив его непосредственно к сосудику. И только после мы можем услышать или увидеть вот этот вот шум крови, который отображается на ультразвуковом исследовании. Просто все хотят знать, нет ли у них аневризмы. Смотрите, статистика. Прокомментируйте, пожалуйста. Давайте, конечно. Да, нет, да, нет. Давайте я вам буду читать, а вы да, нет. Любовь к кофе регулярного употребления повышает риск разрыва аневризма на 10%. Вы знаете, нет, я бы не стал, я бы не был столь категоричным. На самом деле прямой связи между употреблением кофе и разрывом аневризма нет. Мы все прекрасно знаем, что по статистике употребление до 4 чашек кофе в день для пациента условно здорового является абсолютно нормой. Но тут надо понимать, что у нас условно здоровый человек. Если у нас пациент с сахарным диабетом, с избыточной массой тела, с артериальной гипертензией, с поликистозом почек, который не занимается спортом и у которого уже есть риск развития аневризмы, и если он у нас будет злоупотреблять кофе, естественно, риск разрыва аневризмы у него больше, чем у здорового человека, который не пьет кофе и не страдает гипертензией. Вот еще есть факторы. Натуживание в процессе дефекации, сильный испуг, злость. Не так опасно, но чуть-чуть есть. Высмаркивание носа, физическая активность, интенсивные тренировки, да, вот такие резкие нагрузки, вы сказали. И половой акт, и даже газированные напитки. Ну, я бы не был столь категоричным с точки зрения именно газированных напитков. Еще раз, давайте вернемся к нашей четкой такой достоверной статистике. Значит, риск разрыва аневризмы, то есть если человеку сделали МРТ-исследование и нашли у него крупную аневризму головного мозга, то риск ее разрыва составляет 3% в год. Есть так называемая ожидаемая продолжительность жизни. То есть если мы желаем человеку прожить как минимум еще 50 лет, то это значит, что аневризма разорвется у него как минимум в 150% случаев. Провоцирующий фактор, как я сказал, самое главное, это даже не столько подъем артериального давления, да, то есть если человек адаптирован к 120, то при 130 у него вряд ли лопнет аневризма. А вот если происходит резкий такой перепад артериального давления по самым различным причинам, и многие из того, что вы перечислили, к сожалению, на самом деле, то есть мы в практике сталкивались, когда человек там подтягивался на турнике, лопнул аневризма. Пост-оргазмический разрыв аневризма, я думаю, вы в кино видели, когда во время яркого бурного секса происходит у немолодых людей разрыв. Как правило, сначала детективных фильмов. Абсолютно верно. Поэтому, как бы, такой с точки зрения достоверной статистики, наверное, я не буду, да, столько категорично, тем не менее, любое вот это резкое изменение артериального давления в кровяном русле может провоцировать риск аневризма, если такова уже была выявлена, и пациент по каким-то причинам воздерживается от хирургического лечения. Андрей Александрович, к сожалению, не все вопросы успеваем прокомментировать, но есть важный вопрос. Давайте. Надо ли искать аневризму? Нас буквально 30 секунд. Вот надо ли или нет? Я уверен и рекомендую всем нашим зрителям как минимум раз в 5 лет делать себе МРТ. Не только для того, чтобы найти аневризму, для того, чтобы исключить любое другое заболевание. Бояться аневризмы не нужно, но сделать себе МРТ-исследование даже при отсутствии каких-либо симптомов раз в 5 лет, я бы, наверное, настоятельно рекомендовал. Не повредит. С какого возраста? Аневризма? Нет, МРТ делать раз в 5 лет. Ой, ну это же, я думаю, после 30 есть определенные как бы нормы. Если нет симптомов, то я думаю, только в этом возрасте. Спасибо огромное за такие важные сведения. Спасибо, что пригласили. Спасибо за тему. Дорогие друзья, мы продолжим прямой эфир буквально через несколько минут после небольшой рекламы.